Сезонная надбавка. Кому и на сколько в крае повысят пенсию с сегодняшнего дня? Погружение в прекрасное или зачем журналисты взяли в руки оружие? Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. С сегодняшнего дня социальные пенсии выросли на 2%. В Алтайском крае надбавку получат больше 70 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном пенсионном фонде. Средний размер социальной пенсии после повышения составит 9266 рублей. Прибавка составит 185 рублей. Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны и чернобыльцев. Вырастут и другие социальные выплаты. Пенсия для детей-инвалидов увеличится на 288 рублей, а для инвалидов детства первой группы на 292 рубля. А сегодня в Бийске начали демонтаж понтонного моста. Переправа будет восстановлена после завершения ледохода. Объявление об этом размещено на пропускном пункте, который расположен у въезда на мост. Напомним, понтонный мост, помогающий разгрузить городские дороги, разводят весной на период ледохода и осенью на период ледостава. Точных сроков возобновления переправы пока не говорят. Как правило, все зависит от погодных условий. На период демонтажа понтонника перебраться на другой берег Бии можно по коммунальному мосту, а также по новому обводному мосту, который расположен у села Малоугренева Бийского района. Корреспонденты края провели выходные с оружием в руках. Пистолеты они взяли в рамках специального конкурса «Журналист меняет профессию», чтобы освоить искусство красоты. Как развить чувство прекрасного, расскажет моя коллега Анастасия Дороган. Она, как и еще десяток журналистов региона, постигает азы флористики. Единственное место в Барнауле, где официально и бесплатно обучают флористики, это Алтайский краевой экологический детский центр. Да, здесь занимаются дети, для них это как кружок, но с хорошей практической базой. Ну а мы, взрослые журналисты, решили научиться собирать букеты. И первый сюрприз. Флористика – это не только про букеты, а про декор в целом. За месяц с цветами мы работали однажды. Наверное, перед таким живым материалом нужно немного расшевелить свое чувство прекрасного. Вот и сегодня мы создаем венок – рождественский или пасхальный. Взрослые ученики за школьными столами корпят, придумывают. По словам наставника, занятия с нами все равно, что с детьми. Большой разницы нету. Потому что, я не знаю, конечно, дети-то ходят давно, дети уже знают правила безопасности, дети уже все-таки какие-то навыки приобрели, которые непосредственно ходят, например, ко мне. Ну а вы в первый раз. Многие впервые взяли в руки пистолет, и здесь это горячее оружие. Горячее оружие выдает клей. А без клея здесь никуда. Скрепить пенопласты, берточную ткань, бусинки, ягодки, орешки – ингредиенты красоты у каждого свои. Будь ты ребенком или взрослым, это занятие развивает эстетический вкус. Прямо здесь мы учимся сочетанию, композиции, расстановке акцентов. Такие громкие слова для простого, казалось бы, создания венка или букета. Но девушкам и не только журналисткам это может пригодиться и на работе, и дома. Я сюда пришла за красотой, за собственным удовольствием. И дома пригодится, я надеюсь. Мы все время что-то декорируем, у меня дети, мы все время что-то творим и выдумываем. Поэтому, я думаю, мне это пригодится очень. Уже пригодилось. Сделала открытку мужу, поздравила с днем рождения. Все довольны. Довольны и мы. И от результата, и от самого процесса. Такая концентрация на прекрасном сравнима с медитацией. Может, поэтому флористы так спокойны и гармоничны. А у нас на погружении в этот мир еще целый месяц. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Алтайские кинематографисты уже завершили работу и выпустили документальный фильм, посвященный легендарному прогулочному теплоходу «Пионер Алтая», который возил туристов по Телецкому озеру еще во времена Советского Союза. В фильм продолжительностью чуть больше восьми минут вошли уникальные архивные кадры, снятые алтайским режиссером и оператором Альфредом Позняковым. Они показывают любимое многими Телецкое озеро таким, каким оно было 30 и более лет назад. Фильм рассказывает о необычной истории пионера Алтая. С развалом Союза его забросили и планировали сдать на металлолом. Однако энтузиаст Иван Южаков решил его восстановить и вернуть в плавание по водам Золотого озера. В планах создателей фильма съемка полноценного документального фильма о самом корабле и людях, решивших дать ему вторую жизнь. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края пасмурно. В Рубцовске до 6 тепла, в Бийске до 10. В Барнауле без солнца и до 8 градусов выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. К этому часу все новости, полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.